Привет, Хочу Знайки! В основном на нашем канале вы смотрите выпуски про прекрасный окружающий нас мир. Сегодня мы расскажем немного о другом. О чем? Смотрите прямо сейчас! Самолет на солнечных батареях. Вот один из вариантов самолетов, который мы не только одобряем, но и поддерживаем. Миру срочно нужно перейти от невозобновляемых к возобновляемым источникам топлива. Переход на альтернативные источники энергии, такие как солнечная энергия, необходим на всех фронтах, в том числе и на самолетах. Солнечный «Импульс-2» должны были представить в 2016 году. Это был самолет с 17 тысячами солнечных панелей, который совершит полет вокруг планеты без использования топлива. Это является довольно значительным достижением. Целью создания самолета был полет вокруг планеты, во время которого использовалась бы только солнечная энергия. Однако недавно одна компания приобрела права на солнечный «Импульс-2», и она планирует превратить его в спутник, который можно будет затем продать. Это просто невероятно, потому что если самолет можно будет запустить с Земли, ему не нужно будет входить в атмосферу или, что более важно, спускаться, если только самолету не потребуется ремонт. Это приведет к уменьшению космического мусора и поможет сэкономить топливо, потому что самолету оно не нужно будет. В будущем компания могла бы сделать из солнечный «Импульс-2» пассажирскую модель, и, возможно, мы сможем использовать самолеты на солнечных батареях для полетов над земным шаром, что, несомненно, поможет уменьшить количество выбросов углекислого газа, которые обычные самолеты создают каждый день. Полет на роскошном отеле Если вы хотите купить частный самолет, то вы могли бы спроектировать ваш собственный самолет – номер из частного отеля. Да, многие спортсмены, бизнесмены и знаменитости поступили именно так. Но что, если вы бы пошли дальше и создали… Хм, летающий отель. Амбициозная концепция представляет собой нечто среднее между огромным круизным лайнером и реактивным самолетом. Задуманный Тони Гольмштейном и переосмысленный Хошима Моголит, так называемый «небесный экипаж» может разместить 5000 человек. Он готов предоставить множество удобств, чтобы вы чувствовали себя как дома. По вашему желанию, можно даже провести свадьбу на борту. Кроме того, в отличие от самолета на солнечных батареях, о котором мы говорили ранее, этому самолету не нужно будет приземляться. Потому что он будет использовать ядерную энергию и 20 гиперзвуковых двигателей. Также самолет не будет загрязнять окружающую среду. Самое интересное мы оставили напоследок. Самолету не нужен будет пилот-человек. Вместо него за управление судном будет отвечать искусственный интеллект. Но такой небесный круиз для многих является проблемой. Люди считают, что этот проект неосуществимый, что самолет будет слишком огромным, чтобы летать даже при условии использования ядерной энергии. Если этот аппарат когда-нибудь создадут, нам просто нужно будет подождать и посмотреть, как он работает. Ракетный ранец Jetman Dubai Jetwin Если вы не раз задавались вопросом, где же ваш реактивный или ракетный ранец, то знайте, вы не один такой. Реактивный ранец реален. Он уже существует. За многие годы было создано множество этих устройств. Но проблема в том, что, как и самолет, который мы только что вам показали, он экономически нецелесообразен для массового производства и в целом не практичен. Тем не менее ранцы, которые пока еще производятся, просто невероятны. Это Jetman Dubai Jetwin, использующий небольшие реактивные двигатели с максимальной дальностью полета 48 километров. Он достигает максимальной высоты полета почти 6000 метров и максимального времени полета 13 минут. Этот реактивный ранец с крыльями из углеродного волокна может развивать скорость 400 километров в час. С одной стороны, это очень даже хорошо. Но вы обратили внимание на 13-минутную продолжительность полета? Зарядные устройства, используемые в ранцах, не идеальны. А их расход топлива просто чудовищный. Так что не совсем целесообразно сегодня использовать эти устройства. Плюс отсутствует резервное оборудование и если что-то пойдет не так, то... Представьте, что вы прошли отметку в 13 минут и понимаете, что земля находится далеко там внизу, а вы привязаны к этому огромному крылу. Это точно добром не закончится. Обычный человек купить Jetman Dubai Jetwin не сможет. Ну, во всяком случае, пока что. Идея, которая лежит в создании этого гаджета, помочь людям увидеть мир совершенно по-новому. И она, несомненно, будет достигнута. Ракетный ранец все еще находится в стадии разработки. По крайней мере, теперь мы знаем, что эти ранцы существуют и у нас есть доказательства этого. Ховерборд Омни. Вот еще один научно-фантастический гаджет, который, по мнению многих, уже широко доступен, но на самом деле это не так. Это уникальный ховерборд McFly от компании Омни. Все, что требуется для того, чтобы поднять это устройство в воздух — рама с длинными роторами, ботинки для сноутборда и ручной газ. Ховерборд впервые полетел в 2015 году. Хорошей новостью является то, что человек, который создал ховерборд, искренне стремится сделать его экономически доступным для каждого. Он даже прикладывает усилия, чтобы превратить катание на ховерборде в экстремальный забавный вид спорта. Если Марти Макфлай и его дочь смогли встать на ховерборд в фильме «Назад в будущее», тогда путешествие на одном из этих устройств такое же простое и приятное. Так вы, возможно, думаете, да? Полет на этом гаджете — результат отсутствия защиты ротора, что и вызывает подъем машины. Это значит, что вы быстро упадете, если с ним что-то случится. Многие люди беспокоятся о безопасности во время полетов на ховерборде, и не без оснований. Но даже если все недостатки будут устранены, этот проект будет иметь массу минусов. Коптер-ранец. Мы уже обсудили реактивный и ракетный ранец, и ховерборд, но есть еще один проект, на который стоит взглянуть. Он может быть практичным, если существующие в проекте проблемы будут устранены. Мы говорим про вертолетный ранец. Вы можете летать благодаря тому, что к рюкзаку крепятся два вращающихся пропеллера. Военные проводили обширные эксперименты с этим видом гаджета во время переломного периода авиационных инноваций. Конечно, наряду с испытаниями ракетных и реактивных ранцев. Фирма Коптерпек работает на создание беспилотника, который не только сможет летать, но и самовыравниваться. Это очень полезная функция в полете. Так заправка будет проще, и есть шанс, что можно использовать батарею с длительным сроком службы для обеспечения полета в длительностью более трех минут. Это значительно увеличит срок службы батареи и продолжительность полета. Никто не знает точного времени полетов на Коптерном ранце. О многих деталях проекта корпорация хранит молчание, сказав лишь, что вероятность появления ранца есть. В настоящее время этот проект, возможно, более осуществим, чем другие. Однако только время покажет, кто из них в конечном счете будет реализован. Запата S-Fly Мы говорили про ховерборды. Они давно пользуются спросом и уже созданы некоторые полезные модели этих гаджетов. Только это не совсем ховерборды, они больше похожи на устройство с колесами. Если вы предпочитаете другую версию ховерборда, которая будет функционировать лучше, то мы бы посоветовали вам Запата S-Fly. Уже упомянутая Омни имеет недостаток, на ней трудно ездить. Используя ее в качестве модели, исследователи создали ховерборд Запата, который не только летает, но и обеспечивает стабильную поверхность для ног. У этого гаджета двойные рукояти, которые позволяют управлять им в воздухе, а также увеличенная стабильность. Вы, по сути, стоите прямо во время полета, как вы можете видеть в испытательном видео. Полет выглядит довольно просто, однако вы также можете заметить, что во время полета вы почти не защищены. У предыдущего ховерборда ноги прикрепляются к устройству, так что если бы он упал, вы бы тоже упали вместе с ним. Но для того, чтобы летать на Запата S-Fly, ноги прикреплять не надо, поэтому если что-то пойдет не так, вы можете вовремя с него сбежать и избежать столкновения. Думаем, это очень полезная функция. Помимо этого, есть много важных нюансов, которые нужно учитывать при полете на Запата S-Fly. Но все равно полеты на этом гаджете очень увлекательны, так что с нетерпением ждем, когда он появится в продаже. Транспортный самолет Хекса Транспортный самолет Хекса – это современное средство, создаваемое для воздушных путешествий, и вам не нужна лицензия для управления им. Вы можете летать на Хекса в одиночку. Вы можете видеть у вертолета простая конструкция и футуристический внешний вид. Это воздушное средство является электрическим транспортным средством. Его силовая установка состоит из 18 электрических двигателей, каждый из которых питается от отдельной аккумуляторной батареи и пропеллеров из углеродистого волокна. Друзья, не стесняйтесь писать в комментариях о том, о чем вы хотели бы еще узнать. Мы читаем все комментарии и обязательно сделаем видео на желанную тему. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok